Когда КС-2 только замаячила на радарах, фанаты стали задаваться вопросами. О, интересно, у кого из игроков откроется второе дыхание? Может Кенни? А может Хико? Но никто не вспомнил его. Чемпиона Мажора, игрока уже ставшего легендой в РУ и СНГ сегменте. Бывший член одной из самых именитых орг мира. А нынче... просто Кирилл. Вы на Кибер Мета, и сегодня мы расскажем о перспективах Бумыча. Вообще, мало кто знал, но Бумыч как бы существовал еще до Нави. Удивительно, не правда ли? Да, Кирилл Михайлов начал карьеру в 18 лет, в далеком 2016 году. Отыграв в паре разных стаков, где-то даже что-то выиграл. После Кирюша попал в Беллатор, где выиграл уже чуть-чуть побольше. В Беллаторе, кстати, Бумбло впервые посостязался в крутости с Нави. Не где-то там, а на бостонском Мажоре. Состязание было провально, Мажор тоже, но нельзя не отметить 35 тысяч призовых баксов. Нельзя не отметить и то, что 35 тысяч баксов это примерно ЭЗП звезд про сцены. А Кирюше эту сумму нужно было и с тиммейтами поделить, и с организацией. А после распива досталась Кирюше примерно одна ветка. И это с учетом того, что это был разовый лут. Позже Бумбло попадет в виндстрайк и даже засветится на других мажорах. И, несмотря на какие-никакие успехи, Вина развалится и останется только Бумыч. Ему даже позволят собрать новый состав под себя. И только начал Михайлов готовиться к новому шагу, как пришлось делать скачок. Пришли Нави и попросили отдать им Бумыча. Вина не то, чтобы очень хотели, но была договоренность, что если попросят именно Нави, в которую Кирилл сам хотел, то его отпустят. С чего вообще такое счастье? На дворе уже 2019 год, вроде никаких серьезных успехов так и не достигнут. За что слот в Нави? Оказывается, легендарный Зевс очень даже следил за карьерой молодого Кирилла и лично выбрал его на свою замену. Вот так Бумыча попал в Нави и обрел статус Капитаныча. И жизнь сразу начала налаживаться. Хотя и в новом коллективе не обошлось без претензий в его адрес. Стрелял парень не то, чтобы очень круто, а капитанские навыки часто принижали из-за того, что в команде есть Блэйд, который все технические моменты тянул на себе. Но талант не пропьешь и не проешь. И с 2020 года Нави начали брать Т1 Турики, уверенно обыгрывая своих оппонентов. Десятки, сотни тысяч выбитых призовых. И через все это прослеживается невероятная энергия Кирилла. Вторая половина вообще выдалась безупречной. Intel Grand Slam 3. Плюс миллион баксов. Финал Бласта 2021. Плюс Пауляма. Мажор Стокгольме. Да, будьте так любезны, еще плюс миллион баксов. И это только часть того грабежа, который Кирилл провернул в КС. Но именно после мажора случилось нечто неожиданное. Ситуация была громкая, рассказывать в тысячный раз ее даже не хочется. Просто четыре раза пытался и не смог текст зачитать, плакать начинал. Ну, что поделать, ляпнул парень со сцены глупость. Осуждать на тот момент 23-летнего пацана мы не будем. Но грех не рассказать о том, как сложилась жизнь после. Из команды, в которую Бумыч годами мечтал попасть, его выперли за действие другого человека. Брак тоже просуществовал примерно три с половиной дня. Ведь мало было наделать делов, надо еще и достоинство мужа растоптать. А ведь коллеги по серверу предупреждали нашего героя не связываться с этой особой. Потом выяснилось, что за все время, что Бумыч провел со своей ненаглядной, он спустил на нее 28 миллионов рублей. Да я такие деньги видел только в сценарии к этому ролику. Дальше нашему герою и вовсе снесло крышу. Начал треки какие-то записывать, интервью тут и там давать. К Малахову разве что не попал. Короче, тяжело по молодому уму ударило такое событие. Но среди всего кринжа, что Кирилл успел навалить, была одна очень важная фраза о том, что КС он бросать не собирается. Ну, мужик сказал, мужик сделал. Спустя пару тяжелых месяцев Бумблу подобрали в Анвин и вот мы откатились на исходную. Снова далекие от каких-то высот призовые и турики. Пятые места, десятые места, иногда даже 33-64-е. Да, реально. Вот такая вот у Бумыча была попытка попасть на первый серьезный турик по КС-2. Но зато на CCT команда добилась хороших успехов. Последние два появления и вовсе были выиграны друг за другом, где обоих оппонентов в Анвин обыграли со счетом 2-0. Да и Кирилл оба финала закончила с положительным счетом. Более того, вообще за оба этих ивента он лишь в одном матче показал отрицательный КД. И хоть это и не Селл и не Бласт, а онлайн-турики, где на игроков особо вживую не посмотришь, но судя по интервьюшкам, которые ему довелось дать за это время, задор и энергия все еще при нашем герое. По глазам видно. Стало быть, не все потеряно? Ну есть же талант у человека, за талант его в нави и взяли. Правда, теперь есть еще и багаж, а кому такой багаж нужен? А мы знаем кому. Клауднайн. И всего неделю назад все бы подумали, Бумыч в Клауда, да вы чего? Но сегодня по сети уже гуляют вроде как подтвержденные, но все еще слухи о том, что Бумыч уже совсем скоро воссоединится со своими бывшими коллегами из НАТО Свинцеров. Клауда сейчас вообще не могут найти свою игру. На Фаню кикнули, взяли Элика, а ему капитанство мешает зачищать серват. Сейчас вообще у них Хоббит команда раздает, но как на Хоббита не глянешь, он все какой-то расстроенный. А тут пожалуйста, молодой, опытный, с горящими глазами. И Хоббита заменят с концами, и Элика освободит от тяжелого бремени. И о мой бог, КС-2-то вот она уже здесь. Ну идеальные же условия для очередного взлета до небывалых высот. Победа на первом КС-2 мейджоре? Может даже нормальный брак? Эх, жаль, Сидней на носу уже можно было стать свидетелем чего-то грандиозного, но время Бумыча еще пока не пришло. Но про Сидней нам тоже будет что сказать, поэтому не забудь подписаться, чтобы не пропустить видосы. И напиши в комментариях, веришь ли ты в камбэк Бумблы, или Ван Вин это потолок. Ну а у нас пока все, увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok